Сегодня годовщина со дня проведения референдума о воссоединении Крыма с Россией. Послезавтра, 18 марта, во многих городах страны пройдут праздничные митинги в честь этой годовщины. Именно в этот день был подписан межгосударственный договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации. Многочисленные мероприятия проведут общественные организации и политические партии. И сейчас с нами на прямую связь выходит руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Планируете ли вы и ваши сторонники принимать участие в праздничных митингах и в каких городах? И пойдете ли вы на Васильевский спуск? Мы проводим повсеместно свои мероприятия, проходят праздники, встречи, беседы одновременно. Мы будем активно участвовать в том числе и в общероссийском мероприятии. Крым для нас это святое. Его возвращение в родную гавань это большой праздник. Для нашей партии возрождение, восстановление русского мира и единого союзного порушенного в 1991 году отечества это главная программная задача. Мы придем своими красными знаменами октября и победы с хорошим настроением. Мы максимально помогали, помогаем Крыму. У нас восстановлена там сильная организация. Более трех тысяч коммунистов сегодня работает в Крыму и Севастополе. Мы выступили с инициативой создать памятник Потемкину. Эту инициативу поддержали все фрации. Ибо Потемкин, по сути дела, присоединил Крым, он защищал его. Он создавал крепости там. Все делал для того, чтобы проложить первую дорогу. Это один из крупнейших государственных устроителей. Что касается Васильевского спуска, хотел, чтобы мы все помнили и знали, что укрепление державы надо начинать не только вовне, но и внутри. Поэтому проложение финансо-экономического курса, при котором промышленность поседает и рука обваливается, оно практически естественно не соответствует нашим интересам национальным. Одновременно внесли свою программу. Программу развития промышленности, сельского хозяйства, поддержки малого и среднего бизнеса, граждан страны, снижение налоговой нагрузки на тех, кто реально трудится. Сейчас мы активно помогаем Новороссии, потому что если звук и некоторые орут чуть ли не сдавать Новороссию, дальше следующий будет Крым, полезут непременно вся эта шайка, которую отбили год назад. И надо учиться вот тому единству, которое продемонстрировал Крым, когда единство всех руководителей, Аксенова, Константинова, Чалова и всех граждан, которые вышли на референдум, которые дружно проголосовали, дало отпор вот той нацистско-бандеровской шайке, которая захватила Киеву власть. Вот это примеры для всех нас на будущее. Геннадий Андреевич, а на Ваш взгляд, что должно быть первоочередным в плане развития Крыма? Какие приоритеты на ближайшие годы? Это совершенно очевидно. В Крыму была прекрасная развитая промышленность. Там есть полсотни предприятий, которые требуют поддержки внимания. Наши депутаты выезжали, смотрели вместе с ними, составили программу. Без мощной транспортной системы и сети, как связанной с авиацией, так и строительством нового моста, Крыму будет сложно развиваться. И тут надо ускорять, ускорять и решительно организовывать всенародную стройку. С другой стороны, там лучшие здравницы. В Крыму две сотни шикарных здравниц. Надо помогать и все делать. Крым отличается своим геройко-патриотическим, геройко-патриотической историей. Для нас является меккой по воспитанию, духовности и патриотизму. У меня отец там сражался, защищал. Севастополь был тяжело ранен. Я каждый год ездил поклониться. Это хорошая школа для воспитания и возбуждения подрастающего поколения. Там лучшие в мире здравницы детский артек. По моему предложению, Путин поддержал, его сделали государственным в рамках президентской администрации. Сейчас мы наметили большую программу реконструкции и уже начали. Там могут отдыхать все талантливые дети со всей страны. И это будет для всех нас очень варно. И там великолепное сельское хозяйство было. В каждом хозяйстве был свой перерабатывающий завод. А в Амблинской долине росли лучшие фрукты, которые поставлялись в столу и в Кремле. И многие отдаленные районы нашей страны. Так что работа там не подчатый край. Люди там умеют работать. Умеют дружить. Умеют слушать и прислушиваться к стране. Поэтому давайте их поздравим. Поблагодарим за мужество и храбрость. И одновременно отметим эту славную дату. Геннадий Андреевич, а вы смотрели фильм «Крым. Путь на родину»? Смотрел, считаю, Андрей Кондрашов сделал достойную ленту. И надо додорно, чтобы Путин рассказал все проблемы и трудности, которые там возникли. И драматизм этой ситуации. Мы прошли там по лезвию бритвы нескольких километров. Но вот единство народа, его мощь, то, что в данном случае все действовали как одна команда, геройка патриотической традиции Крыма, они показали пример, как можно избавляться от самого большого нашествия. Там стояла 20-тысячная украинская армия, ни один автомат, ни одна пушка не выстрелили. А это значит, действовали грамотно, правильно. И когда весь народ поднялся на защиту своей независимости, суверенитета, своих памятников, было уже намечено 50 памятников с носу этой бандеровской своры, которая рушила и продолжает рушить ридную Украину. Так что Крым нас уберег от большой войны, потому что если бы там схватились, думаю, пожар бы был огромный. Вот это еще раз демонстрирует, кто слышит народ и умеет откликаться от нужной потребности, тот нормально руководит и управляет. На этом фоне еще раз хочу подчеркнуть, финансово-экономический курс внутри страны требует срочной корректировки. Он не соответствует государственным задачам, которые решаем вовне. Вовне курс мы активно поддерживали и поддерживаем. Внутри страны требуется усиление всех структур, прежде всего финансово-экономического, социального и аграрного блока. Они не справляются с проблемами и трудностями. У нас в Думе в апреле будет отчитываться правительство. Мы подготовили большой пакет предложений, в том числе первоочередных антикризных мер. Кстати, мы их будем рассматривать в ближайшее время и на нашем пленуме ЦК, который посвящен 100-летию Великого Октября и задачам нашей партии в современных условиях. Геннадий Андреевич, спасибо большое. Я напомню, с нами на связи был руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Продолжение следует...